Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и я Борис Марсалкевич. Всем добрый день. Борис Иоанидович, французские антамщики проявили интерес к армянской АЭС. Французская делегация посетила Армению с предложением о развитии и углублении сотрудничества, а в том числе рассмотреть возможность строительства нового блока АЭС. Борис Иоанидович, пожалуйста, расскажите, чем все-таки французских атомщиков так заинтересовала Армения? Ну, Армения и Франция — это достаточно долгая история, достаточно крупная община, лоббистские движения, течения и так далее, что, в общем-то, на себе уже успел прочувствовать Азербайджан. Франция используется армянской республикой как лобби в Евросоюзе, всячески стараясь продвигать их интересы. Мы это тоже наблюдаем. Отказ Армении участвовать в работе ОДКБ — это из той же Сирии, истории и так далее, и так далее. На самом деле, вот что касается энергетики Армении, с учетом того, что фактически Армения находится, в общем-то, в изоляции, в советские времена газом их обеспечивала Азербайджанская республика. Сейчас этих поставок нет. Поставки газа из России затруднены тем, что нужно для этого пройти через Грузию, с Грузией у России. Отношения с 2008 года так до конца и не восстановились. В 2009 году началась реализация проекта «Газ в обмен на электроэнергию», построенный Ираном газопровод, подает газ в Армению, Армения вырабатывает электроэнергию, и там расчеты идут даже не столько в денежных единицах, сколько бартерные, как ни удивительно. Условно, из кубометра можно выработать 4 единицы электроэнергии, 3 уходят обратно в Иран, 4 остается в качестве оплаты, тем самым поддерживая генерацию самой Армении, обеспечивая этим стабильность электроэнергетической системы как таковой. Вот так это выглядело на день сегодняшний. Напомню, что еще в 2015 году была создана рабочая группа, рассматрившая проект строительства энергомоста по маршруту Россия-Грузия-Армения-Иран. Север Ирана не электрифицирован, Иран не испытывает глубокого желания с юга от своих газовых месторождений протягивать разветвленную систему газораспределительную, газотранспортную, строить электростанцию. Здесь взаимовыгодный обмен. У Армении нет газа, у Ирана нет электроэнергии, здесь все в полном порядке. Дополнительный объем электроэнергии, который могла бы поставлять Россия, могла бы в этом принимать участие и Грузия. У Грузии, так скажем, далеко не полностью использован весь гидропотенциал. В горной местности действительно есть проекты и крупных электростанций, и малые можно строить. Весь этот проект приостановлен и вряд ли будет реализован хоть когда-то, поскольку Армения не желает в нем участвовать. Соответственно, те два проекта, которые у России были с поставками электроэнергии в Иран, снизились до одного. Лично я никакой симпатии по поводу таких действий Армении не испытываю. Мог бы сказать, что и нечто более жесткое, но есть как есть. Второй проект энергомоста Россия, Азербайджан, Иран. В принципе, граница между Ираном и Азербайджаном, между Ираном и Арменией, это одна и та же река Аракс. Географически приблизительно, ну, не сильно далеко друг от друга находится. Что касается связанности энергосистемы России и Азербайджана, мы полностью синхронизированы. Здесь объем перетоков может быть такой, какой нам нашим двум странам кажется выгодным. В Азербайджане жарко, у нас холодно, пики потребления до последнего времени у нас зимой, у них летом здесь было о чем разговаривать, и сотрудничество наших энергетиков совершенно уверенно развиваются. Что касается связанности, электрической связанности Азербайджана и Ирана, две воздушных линии электропередач уже построены, работают на ставках постоянного тока, работают уверенно. Я думаю, что от такого сотрудничества ни Азербайджан, ни Иран отказываться не будут совершенно точно. Не стоит забывать о том, что у Азербайджана впереди огромный объем инвестиций восстановления всего, что было разрушено в возвращенных семи районах республики, то, что произошло у нас на глазах вместе с Карабахской республикой, никем не признанной. Так что я думаю, что вот как раз этот проект моста будет реализован. Теперь возвращаемся к истории с атомными электростанциями. Армянская атомная электростанция была построена в советские времена, состояла она из двух энергоблоков ВВР-440. Проект необычный, поскольку строили для гор, для сейсмоопасной местности. Проект был весьма основательно модернизирован под такие условия. Что проект был удачен, мы наблюдали в 1986 году во время страшного землетрясения в Спитаке, полностью разрушившем город. Эпицентр землетрясения находился в 300 километрах от места расположения армянской атомной электростанции, там вообще ничего не изменилось. Станция могла бы и не прекращать работу. Другое дело, что возникла паника и персонал просто разбежался, было остановлено, с большим трудом удалось восстановить. Один из реакторов восстановлению не подлежит. Тоже отдельная история. Сотрудничество армянских и российских атомщиков никуда не делось. Второй энергоблок был продлен срок и заменена достаточно большая часть оборудования. Все в полном порядке. Шли переговоры о том, что вместо какого-то глобального ремонта неработающего блока построить блок средней мощности. У Росатома есть проект ВВР-600, 1200 для энергосистемы Армении, в общем-то, многовато, прямо скажем. Не самая большая республика, не самая емкая энергетическая система. Сейчас нам официальные лица Армении сообщают о том, что они ведут переговоры с французскими атомщиками. Французские атомщики никогда ничего в горах не строили, в сейсмоопасных зонах тоже замечены не были. Даже те атомные электростанции, которые работают неподалеку от границы Швейцарии, они все-таки находятся на равнинной местности. Здесь горы. Насколько это выгодно? Ну, пусть решают французские и армянские атомщики. Могу им только пожелать успехов в их творческой деятельности. Какой проект может предложить Франция для армянской объединенной энергосистемы? Мне сейчас сказать сложно. Те проекты, которые реализованы в Китае и Финляндии на базе реактора ЭПР-1600, 1600 мегаватт – это электрическая мощность. Крупная электростанция относится к поколению 3+. Как мы знаем, стоит недорого, строится быстро. Финны уверяют, что, в общем-то, даже мгновенно всего одно поколение успело смениться, и вот уже атомная электростанция построена. Я думаю, что с учетом всего перечисленного армянское руководство ожидают большие успехи на пути сотрудничества с французскими специалистами. Я думаю, что, ну, Максим, я-то постарше, вряд ли уже этого успею застать, но, по крайней мере, мои дети и внуки могут стать свидетелями начала такого строительства. Что касается, будет ли участвовать Росатом, сейчас, если посмотреть на то, что печатает пресса по высказываниям армянских специалистов, армянских переговорщиков, так скажем, они считают, что им надо рассматривать различные технологии. Вот, ну, с учетом сейсмической опасности на территории Армении, выбор технологии атомных электростанций достаточно невелик. В зонах с высокой сейсмической опасностью строят индийские специалисты, не только Росатом строят, у них есть собственные технологии, самими индийцами построены электростанции, да, с ними есть о чем разговаривать, они понимают, что такое сейсмическая опасность. Может быть, им какой-то вариант способен предложить китайские специалисты, но для сейсмоопасных зон и китайцы пока ничего не строили, понятно, что они в этом направлении работают, у них территория большая, геологические ситуации в разных регионах разные, но попытка задействовать французов, ну, с другой стороны, французы и армяне братья навек, может быть, у них что-то и получится, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, я чего-то не слышал. Напомню, что помимо вот таких фантастических проектов приехали французские атомщики и быстренько построили атомную электростанцию, есть проекты реальные, нереализованные, в том числе и строительство гидроэлектростанции, опять же, на реке Аракс, худоферинские гидроэлектростанции, их две, плотина и контрплотина, ГЭС и контргЭС, выше, ниже, по течению, достроенные иранской страной, запущенные в эксплуатацию, мы помним этот достаточно трагический для Ирана момент, после церемонии ввода в эксплуатацию худоферинских ГЭС, трагедия с вертолетом президента Иранской Республики, но этот проект реализован. Документы о нем были подписаны еще в прошлом веке руководством Азербайджана, то есть отцом нынешнего президента, реализовывался сложно, трудно, но, тем не менее, это сделано. Еще один проект, чуть выше по течению, там, где участок армяно-иранской границы, тоже есть проект, не самый большой, но его тоже можно реализовать, но для этого нужно каким-то образом выстроить отношения с Ираном так, чтобы Иран почувствовал, что это ему выгодно. С Азербайджаном договоренность достаточно сложная, строилась целиком и полностью усилиями иранской стороны, расчет на то, что инвестиции будут возвращаться за счет поступления электроэнергии из Азербайджана, там у каждой из гидроэлектростанций два здания, где генерируется электроэнергия на каждом из берегов, вот расчет на то, что пока инвестиции не возвратятся, весь объем вырабатываемой электроэнергии уходит в Иран. Сохранилась ли эта договоренность с учетом того, что по ту сторону азербайджанской границы те самые возвращенные районы, где предстоит огромный объем работ по восстановлению всего из жилых населенных пунктов и всей экономики, какая там была, сказать сложно, но я думаю, что как раз Иран и Азербайджан, страны достаточно прагматично относящиеся к своим энергетическим хозяйствам, эту проблему решат. Были и проекты расширения сделки газовообмен на электроэнергию, но та линия электропередач, которая из Армении ушла в Иран, 110 кВ, это явно мало, нужно строить новую, договоренность была, что строят Иран, но Иран под санкциями, соответственно, финансовое положение не самое блестящее, проект тоже подвис в воздухе. Вот те проекты, которые есть, расширение мощностей армянской атомной электростанции, строительство гидроэлектростанции на реке Аракс, это все подвисло в воздухе, подвис в воздухе проект нашего энергомоста. Мне сложно сказать, отгадать за руководство Армении, чего же оно именно добивается, но, видимо, какие-то мысли в голове есть, и куда-то они движутся. Сказать, куда именно, становится все сложнее, поскольку и участие в заседаниях ЕАЭС Армения посещает далеко не часто, далеко не регулярно. В ШОС она не участвует, напомню, на всякий случай, что Азербайджан как раз является страной-наблюдателем в ШОС, и вот те проекты сотрудничества России и Ирана, где могут понадобиться транзитные услуги Азербайджана, мне кажется, это более перспективно в настоящее время, опять же, по той самой причине, что менее политизировано энергетическое отрасль Азербайджана, если за счет энергетики есть возможность зарабатывать дополнительные деньги, я думаю, что Баку подойдет к этому совершенно прагматично, никакие французские атомщики там не появятся во внезапном месте, и юаровские специалисты по угольным электростанциям тоже мешать не будут. Так что мне остается только пожелать успехов блистательным специалистам по атомной энергетике из Франции из Армении, будем наблюдать. Борис Анидович, большое спасибо за комментарий, друзья, в условиях замедления Ютуба. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии, чтобы друг друга мы не потеряли. Там же будут ссылки на другие наши соцсети и реквизиты для всех желающих финансово нас поддержать в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо, всем всего доброго.